ребята всем привет находимся на очередном нашем объекте ленинградской области сейчас я вас с ним познакомлю и кто этот объект делает пойдемте покажем рабочее место ребят здесь работает бригада виктора сейчас он подойдет поздоровается станок ван марк станок гибочный шехтель не трех роликах вы могли это уже видеть и вот такой вот прокатный станок кстати все хотел сделать ролик по поводу вот этого вот размотчика у нас он стоит еще новый в гараже виктор уже давно им пользуется очень удобно брать рулоны а подвозить нужное место и сразу же он же как и тележка для перевозки и он же размотчик и очень удобно вот делает это все такие размотчики то же самое александр который делает бендеры есть ролики тоже на канале поэтому контакты там тоже есть на всякий случай я оставлю тоже контакты александра чтобы могли позвонить и заказать себе единственный момент у него сейчас после тех роликов которые мы делали с обзором очень большая очередь на эти бендеры вот и надо будет подождать очень завален работой сейчас вот как то так ну и дальше здесь металл вот это наши отечественной липецкого комбината вот здесь 275 цинка напыление красочная кстати я буду делать ролик скоро по всем материалам которые ну никак не по всем я не буду брать самые дешманские которые но я материалы которые есть на рынке более скажем в премиум сегменте я буду делать ролик по поводу их чистить их и рассказать освещать что есть на рынке характеристики и все остальное тоже все обсудим все покажем так что так вот единственный момент этот металл покупался у гранд-лайна скажем тогда и сразу хочу сказать гранд-лайн привет большой передать что вот это вот намот который вы делаете она ну желает скажем так мягко быть лучше поэтому но такое себе вот еще такой момент катушки нас еще виктор подойдет вот он об стоит при намотке получается одна намотка вот это вот ориентировочно два метра с развернуть и получается что вот видно царапина два метра надо куда-то девать то есть он на крыше уже не подходит а вот я сам виктор все расскажет да да поздоровайся нет скажи про металл про этот металл хочу сказать очень царапучий боится сам себя и особенно намотка обратить внимание вот наматают нигде картонку не подкладывают элементарно я думаю на производстве эти вот уже уже поцарапанный вот в рулоне это узкий рулон он намотан получается внутрь из камеры передает не передает под разными углами так вот не видно вот она вот она вот она царапи и в каждом рулоне да да каждый рулон получается у нас а в широком так вообще беда тут для прям я только об этом говорил что пока едет в машине так вибрирует и все и тут 5 сантиметров на выбросе это где-то два погонных минут до полоску то есть за такой замечательный град лайн чтобы как при намотке картонку отстал отложите на ребро чтобы он не царапал металл такой момент очень важный и не засовывать вот так в целях экономии места широкий рулон не надо засовывать сюда нам его сложно вытащить на это тоже они же получаются привезли манипулятор учимся то есть это тоже длинными палками 100 килограммовые рулоны изнутри поцарапать он не поцарапается ну ерунда какая-то то есть ну в упаковке на упаковка стараться короче грандлайн металл сам по себе мягкий хороший металл для работы все отлично на покрытию грандлайн вопросов нет они на покрытие никак не повлияют только если передадут что-то но производителю потому что но это липецкий металл как я сказал мы возьмем разные материалы и протестируем их северсталевский урал возьмем возьмем вот этот металл и другие еще вот и будем тестить уже на стендах вот так что еще но осталось подняться показать вам крышу какие-то моменты и и на этом будет все так вот мы на крыше сразу что хочу сказать что визуально визуально от урала вообще никак не отличить визуально поэтому очень хорошо что наши отечественные производители быстро очень быстро можно сказать заменяют финский металл он есть у нас прав на рынке но цена конечно у него два раза дороже чем у этого вот поэтому будет ролик как я сказал мы будем сравнивать стоит ли переплачивать запурал когда есть этот металл все объективно все по-честному как-то так так по крыше ну я думаю мало кому интересно здесь это уже много раз показывал с труба водка вот яндовы здесь крыша несложная здесь будет высокий конек сделанный каркас уже стоит таким образом собирается каркас потом будет контрабрус обрешетка здесь уже скаты закончены на этой стороне вот здесь можно видеть уже на коньке сетку а всякие живности а вот здесь на этом объекте разделительный слой и за спан проф пацаны как мембрана то есть если сравнивать с дельтой разница есть нету но там лежит дельта макс под контрабрусом вот везде идет какое-то импортозамещание хотя дельта они материал свои поставляют есть наличие вообще никаких проблем их продукции нашем рынке ну вот здесь применили за спан прав вот сейчас здесь уже последняя картинка доставляется и уже будет делаться крюки желоба и соответственно этот скат заполняться вот как попроще нет яндов поэтому как так но я саще приеду хочу показать вам как ребята вы примастерились работать фальсиммером этой машинкой вот покажем расскажем а вот как то вот так вот крайняя картинка на этом скате и уже а тот скат вот как то так как то так короче заканчивается узел как металл мягенький вот соответственно с пуралом мягче ну если на и же тоже управлял разные марки есть мягкие столистые но этот мягкий все говорят что мягче вот но царапучий дать немножко ну надеюсь они поправить вот узел перехода фронтона сюда вот как то так всем пока скорых встреч